Иллюзия Итак, будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Бог отвечает так, что в тот час, в который вы не думаете, Петра посадили в тюрьму. Церковь прилежно молилась о Петре. И они зарядили, вот, наверное, еще неделю его держать будут. Прилежно только начались, начиная молиться только началась. И в это время Бог послает ангела. Ангел приходит к Петру, Петр там арестованный, 16 человек охраняет его, он его освобождает, двери открываются. Петр уходит, 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 уходит из тюрьмы, и ангел уходит. И Петр говорит, вот теперь я вижу, что Бог послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода. А церковь в это время молится, Господь освободи Петра, Господь просим во имя Иисуса, Петра, Петра, Петра во имя Иисуса. Петр добрался до адреса и стучит в ворота, дын, 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 они молятся, какой-то там хулиган мешает молиться. Господь освободи Петра, Петр возле ворот стучит, а церковь еще молится. Я гарантирую, что с кем-то из вас произойдет именно так. Ты еще будешь молиться, плакать, сопли вытирать, а ответ уже будет стучать в твои ворота. Ты еще будешь молиться Богу и просить, Бог дай ответ, ответ будет стучаться в твои ворота и говорить, так принимай ответ, так принимай ответ. Послали какую-то девушку, она пришла, ты кто? Она говорит, я Петр, перестаньте, ходят здесь всякие охламоны. Пришла туда в молитвенную группу, кто там? Петр, ходят разные и опять молятся, Господь Петра освободи. А Петр стучит. Друзья мои, мы привыкли ожидать, ожидать, ожидать и отвыкли принимать, принимать, принимать. Я кому-то сегодня пророчествую, ты должен разучиться уже, разучиться ожидать, а научиться принимать. Амин? Так же, как некоторые люди, я жертвую, просто говорю, вот тебе благословение. Не-не-не-не, ни за что, я не возьму ни за что. Эта религия говорит, ни за что не возьму, убери свои коряги и бери, что тебе дают. У русских говорят так, дают. Во, правильно. Если дают, бери. А если кто-то еще дает, другое что-то, беги. Научись принимать, принимать, принимать. И вот Петр пришел, слава Богу, и потом рассказал им, ребята, я скажу вам, это ангел. Вот вы знаете, скоро я расскажу вам большое свидетельство, и вы поймете, что долго-долго иногда приходится ждать, а потом вот просто приходит, и в считанные минуты решается то, что ты ждал долгими годами. Амин. Вот скоро я вам расскажу, что у меня уже миллион, и уже пойдем гастролями с геймизовером по России и Украине. Очень скоро, вот вы поймете. Вспомните, вспомните. Потому что это происходит, и это началось. Аллелуя. Следующее место. Давайте откроем. Откровение 16, 15. Все гряду, как тать. Вообще, даже здесь не только два разных события. А Иисус говорит, я иду, как тать. То есть, как вор. Вот воры не предупреждают. Вы когда-нибудь слышали, чтобы вор позвонил и сказал, ровно в три часа ночи. Пожалуйста, откройте дверь. Золото на стол. Ключи там от всех, чтобы лежали на полочке. Мы придем тихонечко, чтобы вас не разбудить. Нет, ну воры почему-то не предупреждают вообще. Никого. И никогда. И представьте, Иисус тоже. Он говорит, никто не знает, когда придет Сын Человеческий. Один только Отец знает. И смотрите, что здесь написано. Все гряду, как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Здесь я хотел бы сделать акцент. Одежду. Бодрствующий и хранящий одежду. Чтобы не ходить ему голым. И чтобы никто не увидел срамоты его. Вот дела. Вор придет, штаны снимет и уйдет. И ты потом раз, вышел. И никуда не вышел. Мы должны следить, бодрствовать и следить за своей одеждой. Вы понимаете, о какой одежде идет речь? Понятно. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Понимаете, одежда наша, это броня праведности. Мы должны следить. В нашей жизни мы должны следить за тем, чтобы быть праведниками не только в церкви. Но мы должны следить за собою, когда мы на работе. Мы должны следить за собою, когда мы в очереди. Возьмите щит веры. Возьмите меч обоюдоострый, который есть Слово Божье. На ноги мы должны одеть обувь готовности благовествовать мир. Давайте согласимся, что иногда, когда Бог посылает человека нам навстречу, и ты понимаешь, что ты должен ему засвидетельствовать, тебе вообще не хочется. Вообще не хочется. Вообще не хочется. И сколько раз, сколько раз, когда мы не готовы. Что такое бодрствовать? Это сохранять форму. Это ты идешь где-то, а внутри ты молишься. Это когда ты сосредотачиваешься на откровениях. Знаете, практически, что такое бодрствовать, чтобы не оказаться нагими? Я знаю, что когда дьявол пришел к Иисусу в пустыню, то он был сосредоточен на Слове Божьем. У него внутри были обетованы, и он мог спокойно делать. Говорит, отойди от меня, сатана. Ибо написано, не хлебом, одним будет жить человек. Слово Божье – это есть наше оружие. Посмотрите, когда человек не бодрствует. Все войска ушли на войну, Давид остался дома во время военных походов. И смотрите, искушения подкрадываются не тогда, когда ты облечен в доспехи военные. Дьявол подкрадывается к нам, как тать, как вор. В тот момент, когда ты разделся. Когда ты разделся. И смотрите, и он вышел на крышу, посмотрел, увидел Версавию. И дальше такое началось. Кошмар. Нагота открылась. Уважаемого, солидного человека. Малосвященник, псалмопевец, президент. И там начались преступления. Боже, Боже, Боже. Тать, вор пришел, украл одежду, украл праведность. Украл у него достоинство. Боже, мы все попадаем в самый неприятный момент, когда никто не ждал. Когда никто не понимал. Как говорят в народе, знал бы, где падать, так соломки бы подстелил. Почему нам необходимо бодрствовать и хранить свои одежды. Хранить свою праведность. Хранить понимание, кто ты и где ты. Когда у Иосифа произошла эта ситуация. Вы знаете, Иосиф был один дома. И в этом же доме была жена Патифара. Красивый парень. Невинный. Я представляю, и там такое искушение было. Он тоже мужчина. И он тоже мог поступить по-разному. Он бодрствовал. Хранил одежды духовные. Хотя это жена Патифара. Эти стащила с него другие одежды. Вы понимаете, есть в жизни моменты, когда нам необходимо бодрствовать. Потому что, если человек не бодрствует, если человек расслабляется во время военных походов, если человек не сконцентрирован на своем главном сокровище, то, вы знаете, терять форму легко. Ее восстанавливать намного труднее. Иногда на восстановление этих роковых ошибок уходят годы, уходит время, уходит так много шансов и возможностей бодрствовать. Что это такое? Это значит иметь систему, пребывать в Слове. Я не знаю, я в последнее время зарываюсь в Слово Божье. Вы знаете, есть в Слове Божьем сила. Есть в Слове Божьем вот эта вот, я не знаю, защитная сила. Когда ты пропитываешься, читаешь, ну возьмите себе за правило в день, хотя по одной главе прочитать. Какое-то одно откровение выучить наизусть. Кому-то это Слово передать. Вы понимаете, вот это называется бодрствовать. То есть иметь со Словом Божьим конструктивный контакт. Иметь со Словом Божьим конструктивный опыт. Давайте заговоримся, мы тупеем, когда Слово Божье отходит от наших глаз, от наших уст, от нашего сознания. Почему Бог Иисусу Навину сказал, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и ты будешь успешен во всех твоих путях». Братья и сестры, во время, такое время, как сейчас, это время через вычаянной, мне кажется, пересыщенной информации. Телек включаешь, интернет включаешь. Я тебе откровенно вам скажу, что в последнее время, ой, ой-ой-ой, сложное время. Четыре человека за столом сидят, вроде их тело здесь, у каждого открытый лэптап, у каждого телефон, он с тобой разговаривает, телевизор работает, он еще кому-то пересылает имейл, он еще музыку слушает. Я не понимаю, с кем я общаюсь. Это же жесть какая-то. Это же ненормально. Когда ты разговариваешь с человеком, он говорит, да, ага, три-друга, и ты понимаешь, что он тебя не слышит. Я скажу, что точно так же Бог чувствует себя по отношению к нам. Когда мы молимся на красном светофоре, когда мы где-то в коридоре, или там между дел, но Господь, слава тебе, все такое, и Господь смотрит, мы туда, мы сюда, мы оттуда, мы вообще откуда-то. Господь говорит, найди время, концентрируйся, уединись. Почему написано, что есть практика, «А ты зайди в комнату твою, закрой дверь, помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, Боже мой!» Ответь себе на вопрос, у тебя есть молитвенная комната? Ответь, у тебя есть система? У тебя есть, что такое бодрствовать? Это находить хоть полчаса в день для того, чтобы с Богом пообщаться. Бодрствовать – это когда твой дух открыт, это когда твой дух соединен с Духом Божьим, это когда ты реально соприкоснулся с Ним. И тебе на день хватает энергии, мудрости, советов и жизни. Амин! Представляете, мы, отключенные от Божьей энергии, можем стать легкой добычей для любого искушения, для любого обмана, для любых экспериментов, бодрствовать, чтобы никто не украл, чтобы никто не украл. Писание говорит, если сильный с оружием в руках не охраняет свой дом, если он охраняет свой дом, в безопасности будет его имение. Дети, имущество, твоя судьба, твое служение. Боже, научи нас бодрствовать. Бодрствовать – это когда говорим, давайте молиться, и ты чувствуешь, что вся церковь, как улей. Жиг! Все! Просто с полоборота. Ты чувствуешь, что твой дух, он не спящий, твой дух бодрствующий. Как пророк говорит, я сплю, а сердце мое бодрствует во мне. Если ты, Господь, что-то скажешь, мой дух точно так же отреагирует. Вы знаете, почему нужно встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя, Христос. Бодрствующий дух – это молитвенный дух. Это когда сердце твое, оно чувствительное, это когда сердце, оно открыто перед Богом. Это когда в любое время, я вспоминаю одну цитату из Йонгичи, он говорит, я всегда молюсь Богу, и я Богу всегда говорю, Бог, я сейчас иду на встречу с теми бизнесменами, я буду сейчас на свадьбе, я буду сейчас на дне рождения, но я обещаю тебе мой драгоценный спаситель. Если ты мне позовешь, если мне дашь просто сигнал, я обещаю тебе, я пойду за тобою, какие бы обстоятельства меня не окружали. И говорит, было столько раз, когда я нахожусь на званом обеде, на каком-то там, каком-то ланче, и когда я слышу, что он зовет меня, я, говорит, никого не спрашиваю, я, говорит, выхожу, и всякий раз, когда я Богу демонстрирую свое послушание и свою чувствительность, я получаю великое, великое благословение от Господа. Боже мой, когда мы последний раз слышали от тебя эти приглашения, когда последний раз ты приглашал нас в тайную комнату, слышали меня или нет. Там в пророках написано, я звал, а вы не слышали меня. Я приходил, а вас не было. Боже мой, это самая большая трагедия, это то, с чего я начинал, потерять чувствительность по отношению к Богу, потерять чувствительность по отношению к Духу Святому. Я хочу быть в той церкви, где ценится и в глубоком уважении Божьей присутствии. Я хочу быть с теми друзьями, которые любят помазание и любят голос Духа Святого. Я хочу, чтобы у нас в церкви культивировалось реальное отношение с Богом, не религиозное, а конструктивное и глубокое. Потому что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. когда церковь спит, сам Иисус зашел в Вефезду, ничего не смог сделать. Пять крытых ходов. И Писание говорит, они иссохшие, они все были там ущербные, у них были глаза, они ничего не видели. Боже, защити меня от этого состояния. Защити меня от этого состояния. Как понимать? Как понимать, когда Павел и Сила, которые были избиты, нам это далеко не понять. Мы дети другой эпохи. Мы дети демократии и политкорректности. Мы уже отвыкли от того, что такое боль и страдание за Христа. Мы отвыкли от того, чтобы чувствовать себя реально жертвой. все это на уровне вербальном, все это на уровне информационном. Ну, а там все в реальности было. Там били по-настоящему до крови. Там били палками. Били так, что человек не мог ходить и не мог стоять. Весь город встал против Савва, против Павла и Силы. Их бросили в тюрьму избитые в синяках, кровоподтеках. Где сокровище ваше? Павел, где твое сокровище? Сила, где твое сокровище? И они за пухшими губами ответили бы, мое сокровище. Драгоценная жемчужина. Цель моей жизни это Христос. Познать Которого это смысл моей жизни. Все, что было преимуществом, я почел четою ради превосходства познания Христа Иисуса. И даже если нам довелось понести страдания за Иисуса. Для нас это большая честь, потому что Иисус страдал за нас в миллион раз больше. Что такое мои страдания? Перед страданиями моего спасителя Иисуса Христа. Ничто. Поэтому мы радуемся. Иисус говорит, около полуночи избитые, окровавленные, они воспевали, они поклонялись Богу, и говорили, Иисус, ты мое сокровище. Иисус, ты драгоценность. Ты спас меня. Ты пошел на Голгофский крест. В твои руки забивали гвозди. Ты умирал, чтобы я жил. Ты пошел в ад, чтобы я пошел на небо. Какая честь служить тебе, страдать многими скорбями идти в Царствие Твое. Где сокровища, там будет и сердце ваше. Я вспоминаю одну сестру в нашей церкви, которая болела долгое время раком. и помню, когда у нас была евангелизация, и на этой евангелизации должен был проповедовать Питер Янгрен, это канадский известный евангелист. я попросил его поехать в больницу и помолиться за эту женщину. Когда мы приехали туда, зашли в палату, мы увидели эту привычную картину, ее кровать уже застилали свежими простынями. И когда мы спросили сестричку, что с ней, она говорит, она уже ушла, ее уже нет. И мы подошли к ней и спросили, а как она уходила? Она говорит, последних 4-5 часов она бредила. То есть она говорила на уровне подсознания. Когда мы говорим бредит человек, у нас всегда это контекст негативный. Потому что под словом бред мы всегда предразумеваем что-то несвязное, нелогичное, абсурдное. И она говорит, в последних несколько часов она только бредила. Она была в состоянии бреда. И что она говорила? Она единственное, что говорила, люди, в точности повторяю, что она говорит, люди, Иисус вас любит. Он так страдал за вас. Покайтесь. Она была закрытыми глазами. Сознание у нее было отключено. А сердце, подсознание, оно выдавало информацию. И она говорила о любви Божьей. Она говорила о покаянии. Она говорила о том, что она идет на небо. Это говорит, если бы записать, это была чистая исповедь и призыв людей, чтобы они познакомились с Богом. Когда я слушал об этом, конечно, это было очень глубоко, это меня задело очень глубоко. Думаю, интересно, если бы копнуть мое подсознание, отключить то, что называется сознание. мы говорим правильные вещи, потому что мы контролируем каждое свое слово. Когда мы с кем-то общаемся, этому вот это можно говорить, этому это нельзя говорить. Я подумал, если бы отключить мой рациональный мозг и включить мое подсознание, где может быть столько грязи, где может быть столько негатива. интересно, какую бы информацию мое подсознание выдало, если бы отключить мое сознание. Но это сестра, она любила Бога. И даже если она не получила исцеления при жизни, я знаю, что это было исповедание ее чистого сердца, где сокровища, там будет и сердце ваше. О чем говорит твое сердце? О чем оно тоскует? К чему оно стремится? О чем твое сердце плачет? О чем оно радуется? Боже мой, помоги нам иметь этот христоцентризм. Если мы говорим о нем, пусть он станет в эпицентре нашей жизни, наших интересов. Я знаю, что у кого-то с Иисусом отличные отношения, там все в порядке, там не нужна никакая ревизия, там зрелые, глубокие, настоящие дружеские отношения. Но я точно знаю, что многие из нас в конфликте с ним скрытый глубокий бунт из-за того, что что-то непонятно, из-за того, что что-то не сделано, из-за того, что желаемое не совпало с действительным. моя молитва и моя просьба, братья и сестры, вот в этот вечер я бы хотел умолять милосердием Божьим, давайте примиримся с Богом. Как Павел говорит, примиритесь с Богом, не враждуйте с Богом, даже если что-то непонятно, даже если что-то идет против наших прогнозов, не стоит конфликтовать с ним, потому что в любом случае мы проиграем полностью сокровищем. Пусть Иисус станет нашим сокровищем. Может быть временами мы этим сокровищем не ценили, временами мы его обесценивали, может это сокровище порою переживало инфляцию, а что Иисус, как Петр, который это сокровище я даже просто бросил в грязь. Я никогда не знал его, я никогда не общался с ним, он клялся богами, что он никогда, никогда не имел никаких отношений с Иисусом, но потом, когда пришло осознание Боже, что я натворил, все равно покаяние и возвращение к Нему это свидетельство, что все-таки это сокровище, даже если утраченное, это мое сокровище, к которому я хочу возвратиться. И когда они стояли на берегу Галилейского моря, Иисус спрашивал, любишь ли ты меня? Другими словами, сокровище взывало к сердцу и в надежде получить ответ, потому что сокровище тяготеет к какому-то сердцу, а сердце тяготеет к какому-то сокровищу. Это сокровище испытывало сердце Петра. Имеется ли там привычный вчерашний магнетизм притягивает ли это сокровище, это сердце. И Петр говорил, может быть, далеко не сознавая, да, Иисус, я люблю тебя. Любишь ли ты больше всех? А как определить больше всех? А как определить, что я люблю тебя больше, чем кто-то другой? если бы было какое-то мерило, если бы был какой-то диктектор, если бы была какая-то шкала измерения, впрочем, а зачем это нужно? я не знаю, как сравнивать свою любовь к Богу с любовью другого человека. Скорее всего, это оценка может быть, только оценкой твоей жизни, потому что только жизнь оценит, насколько ты его по-настоящему любишь. где сокровище твое, там и будет сердце твое. Иисус, мы так хотим, чтобы ты стал нашим сокровищем. Мы хотим повзрослеть, пока мы дети, нас интересуют дешевые игрушки, нас интересуют наивные игры, мы спорим, кто из нас лучше, умнее, кто из нас больше. Иисус стоит рядом и ждет, когда мы повзрослеем, когда мы поймем, что главным сокровищем, главной жемчужиной, которая сокрыта на этом поле, это является Христос. Он ждет, когда мы повзрослеем, когда мы оставим свои игры, когда game is over, когда оставивший младенчество, оставивший свою наивность, оставивший свое плотское христианство, ложные ценности, земные ценности. Мы поймем и скажем, Иисус, ты есть путь, ты есть истина, и ты есть настоящая жизнь. И без тебя мы не можем делать ничего. Иисус, проверь мое сердце. я открываю его перед тобой, потому что без тебя мы не можем делать ничего. Ты есть путь. Если я не иду этим путем, я вообще никуда не иду. Иисус, стань для нас дороже всего на свете, дороже серебра, дороже золота. Иисус, стань для нас сокровищем, которым бы сердце тянулось каждый день. И Петр доказывал ему каждый день в своей жизни, что на самом деле его сокровище. Сокровище. Его распяли вниз головой, и это был жест, и это был знак. Иисус, я люблю Тебя. Со словом я люблю Тебя стоит дефиниция, стоит понимание, что Ты мое сокровище. Если муж говорит жене, я люблю Тебя, это означает, что Ты мое сокровище. Если я говорю, я люблю новое поколение, это означает, что церковь для меня сокровище. Если я говорю, я люблю свой народ, это означает, что народ мое сокровище. если говорю, я люблю Тебя, Иисус, это означает, Ты мое сокровище, Ты дороже всего на свете. Ты дороже всего на свете. Как будет происходить второе пришествие? Кто-то будет спать, потому что сокровище в другом месте, но те люди, которые будут бодрствовать, они никогда не проспят. Они будут ждать этого явления, и они не проспят его. Заключение перед молитвой я бы хотел прочитать 1 Фессалоникийцем 5 глава. Здесь записано так. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муки родами постигают имеющие во чреве и не избегнут. но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью, мы же будучи сынами дня дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, поэтому будем бодрствовать, не будем спать, как прочие, не будем объедаться, как прочие, не будем суетиться, как прочие, но мы ожидаем Господа, будем ходить во свете, подобно как Он во свете, будем молиться, чтобы Он стал для нас главным смыслом жизни, для меня жизнь Христос, сказал Павел, «А смерть приобретение». В конце своей жизни Он мог сказать «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни». Боже, научи нас жить правильно, не транжирить время, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести в сердце мудрое, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. так что не будем спать, как прочие, будем молиться, будем любить Господа, будем вникать в Его Слово, будем повиноваться Ему и ожидать от Него ответов, ожидать Его благословений и самое главное, не проморгать Его второго пришествия. Амин. Нежданные гости, они приносят беду, будь это ночные грабители или это неожиданный визит Иисуса Христа. И то, и другое приносит нам горе, разочарование и беду. Пусть Иисус никогда не станет для нас нежданным гостем. Пусть наше сердце трепещет, ожидая Его. Пусть наше сердце уже слышит шаги и мы будем как мудрые девы встречать Его с зажженными светильниками и говорить «Вот Бог, на Которого мы уповали! Халлелуя!» Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова